здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодняшнее мое видео довольно грустно дело в том что мой бизнес накрылся и сейчас я расскажу немножко как это было в начале 90-х я решил уйти в предпринимательства я был тогда ученым и только-только вот все это начиналось я решил стать предпринимателем почему я решил стать предпринимателем потому что у предпринимателя доходы зависят только от того как он работает они не ограничены абсолютно ничем тогда я был ученым и на окладе сидел вот и я решил уйти в бизнес я решил стать предпринимателем и в чем заключается суть работы предпринимателя Предприниматель разрабатывает бизнес-схему. И в этой бизнес-схеме должно быть, как зарабатываются деньги фирмой. То есть создается фирма и как фирма будет зарабатывать деньги. И в этой фирме есть, скажем, какая-то продукция, мы ее реализуем. И есть себестоимость, собственно говоря, все. И там в бизнес-схему входит что? Мы реализуем продукцию, есть реализация. И процент от этой реализации идет на закупку товаров, какой-то тип вспомогательных средств, на аренду, на зарплату сотрудников, там транспортные расходы. Потом идет какой-то процент на рекламу и какой-то процент идет на расширение производства. Обязательно это должно быть. И вот такую схему я разработал в свое время. И я долго работал. Это была полиграфия. Начиналось с того, что я прочитал статью в Коммерсанте. И там прям бизнес-схема была расписана. Мы начинали, в общем-то, практически с нуля. После того, как мы занимались приватизацией, у нас остались какие-то деньги. Мы их вложили с компаньоном. И, собственно, все. Мы начали работать как-то, но денег было мало. Потом к нам пришли через какое-то время еще двое ребят. И они сказали, что у нас такая же идея, у нас примерно столько же денег. Давай объединим усилия. И мы объединили усилия с ними. И совместная фирма начала очень быстро работать и зарабатывать деньги. Но через год мы не смогли эти деньги поделить. И мы разделились. И по результатам раздела так получилось, что, в общем, я остался ни с чем. И снова начал с нуля. И дальше у меня там отбирали квартиры, испанскую квартиру мне пришлось потерять. Была очереда целая, развод, неприятности. И я очень долго выкарабкивался из вот этих вот... То есть я продолжал заниматься полиграфией. И потихонечку-потихонечку я там пытался открыть офис в Москве. И только с третьей попытки это получилось. С третьей попытки, когда уже все. Но я верил в то, что все это будет. И вот, наконец, у меня получилось. И стало, так сказать, зарабатываться какие-то деньги. Но, смотрите, в бизнес-схему входит... В чем заключается бизнес-схема? Я смотрю, реализация продукции. Есть цены, они выставляются рынком. Я не могу выше рынка подниматься, во-первых, ну, это будет глупо. А ниже рынка зачем? То есть это тоже глупо. То есть цены диктуют рынок. И поэтому директор что делает? Он разрабатывает бизнес-схему для того, чтобы... Ну, какая будет себестоимость у производства единицы продукции, если себестоимость ниже, чем реализация, чем... То есть если есть прибыль, то можно работать. И там прибыль была нормальная, и бизнес-схема работала нормально. И я работал. И у меня шло на развитие. Но каким образом я работал? Оборудование, которое позволяет увеличить производительность труда, то есть снизить себестоимость, оно стоит в полиграфии очень дорого. Это основная проблема на самом деле. И, ну, я по-серьезному занимался. То есть я ездил... Сначала в Голландию ездил, знакомился, как там работают такие же фирмы. Потом в Америке я был. И тоже очень подробно знакомился, как работают компании за рубежом. Так вот там работают следующим образом. Там эта проблема решается так. Так, компания берет оборудование, вот это страшно дорогое, там 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, миллион долларов стоят станки сейчас для полиграфии. Так вот, эти станки фирмы покупают. Я просто стою и говорю, слушайте, сколько стоит станок? Миллион двести. Ну, если бы у меня был миллион двести долларов, то я бы ни за что не купил. Говорю, я директору вот той типографии, в Америке это было. Вот, а он говорит, ну, а почему? Я говорю, потому что мне уже не нужны эти деньги. Он такой подумал и говорит, слушай, если бы у меня был миллион двести, я бы тоже не купил. То есть люди покупают эту технику в кредит. И там все настроено так, что банки бегают за предпринимателями и говорят, дай нам, так сказать, возьми у нас кредит, мы тебе дадим на льготных условиях, там почти без процентов дают кредиты на предпринимательство. Почему? Потому что это спонсирует государство, это помогает государство людям, потому что люди берут кредит, они нанимают других людей на работу и они платят налоги. То есть это инвестиции, это стимулирование инвестиций. И я думал, что будет точно так же у нас в стране, и я этого ждал. Но когда я начинал в девяностые годы, тогда Россия была в долгах. И там было понятно, что кредиты предпринимателям не давали. Но вот нефть подорожала. И Россия вдруг рассчиталась с парижским клубом, значит, все, долгов нет. И Россия начинает, более того, откладывать деньги на будущее. Это тоже нормально и понятно. Резервный фонд создается и так далее. И наступили вот 99-й год или 2000-й. Я все жду, жду, когда начнется. И вот Путин. Что характерно, сначала он поехал в Америку. Потом, через пару месяцев, после того, как он съездил в Америку, значит, там пресс-конференцию я вижу. И он собирает эту пресс-конференцию, на которой говорит, ребята, значит, мы начинаем давать кредиты на ипотеку. Я такой, чего? Вот. Что значит на ипотеку? Это значит, что у нас строительство было тогда совсем в загоне. Ну, я понял, что он говорит, что мы поднимем строительную отрасль. Ну, хорошо, да, там, действительно, люди жили в нечеловеческих условиях. И, ну, я думаю, ну как, если вы даете кредит на ипотеку, то это не развитие строительной отрасли, это вздувание цен на недвижимость будет. Ну, он говорил, что это будет развитие отрасли и так далее. И думаю, ну, понятно. То есть это подкосило меня здорово. И что произошло после этого? После этого, естественно, цены на недвижимость стали резко расти вверх. Там по 30-40% в год росла недвижимость. И еще, что сделал Путин, так сказать, тогда, когда деньги нефтяные шли сюда валом, он говорит, а мы повысим зарплату госслужащим. И очень здорово начал повышать зарплату госслужащим. Я считаю, что это было ошибкой на самом деле. И что произошло дальше? Значит, смотрите, у меня бизнес-схема, она устоявшаяся, она работает. Но в результате в эту бизнес-схему вмешиваются власти. И получается, что у меня стоимость аренды была заложена вот такая. А она, значит, там в 5 раз выросла за 3 года. В 5 раз. То есть она повышалась там конкретно совершенно. Я посчитал, значит, вначале я платил за свое помещение 14 тысяч рублей в месяц. Потом стал 70 тысяч рублей в месяц. В 5 раз. Что произошло еще? Значит, зарплата госслужащим была повышена. Значит, соответственно, люди у меня говорят, слушай, если ты нам не повысишь зарплату, то мы уйдем на госпредприятие. И мне пришлось повышать зарплату. И зарплаты росли тогда тоже бешеными темпами. И у меня люди получали там по полторы, по две тысячи долларов. Потому что все так получали. Там 50-60 тысяч рублей. Да, 50 где-то тысяч рублей. И рубль стоил тогда 23 рубля за доллар. Там что-то такое. Потом, ну, в конце 27 этого периода стоил. Вот. Люди получали по две тысячи долларов зарплату. Всюду в России. При этом у меня обороты увеличились тоже. Но обороты увеличились в 3 раза. Аренда увеличилась в 5 раз. Зарплата увеличилась в 3 раза. И, значит, соответственно, по зарплате налоги тоже увеличились в 3 раза. Что произошло? А произошло следующее. А мои доходы в результате не увеличились. То есть все это произошло за счет прибыли. То есть моя прибыль уменьшилась. И я такой, ну, нифига себе. То есть мне приходится за те же деньги работать больше. А я был в Америке. Я смотрю. Я говорю, ребята. За те же деньги люди дают намного больше работы. И намного лучше работают. А получают меньше, чем у нас. Вы что? Это нереально. Это меня очень здорово подкосило в то время. Ну, вот. И я говорил, что когда люди говорят, повышай нам зарплату. Я, так сказать, ругался. Я долго не шел на повышение. Ну, а куда деваться? Приходилось повышать. И в результате... Ну, я говорю, ну, а если цены понизятся там или там, ну, нефтяной, так сказать, как бы, вот эти вот рай упадет, что впоследствии случилось. Что я буду делать? Я же вынужден буду понижать зарплату. А понижать-то нельзя, потому что повысить можно, а понизить, как ты ее понизишь. Вот. И в результате так и произошло. То есть цены на нефть пошли как-то вниз. Денег стало меньше в стране. У меня реализация начинает падать. В два, в три раза упала реализация. Ну, в долларах, если считать. Вот. А зарплату понизить нельзя. Я говорю, снижайте аренду. А мне говорят, а что изменилось? Помещение не изменилось. Аренду снизить нельзя. В результате что остается делать? Значит, в результате я начинаю сокращать количество работников, чтобы, ну, как бы фонд заработной платы остается прежним. А что значит сокращать? У меня, ну, когда количество работы снижается, там, ну, у меня получаются люди, которые, ну, не совсем полностью работают. То есть я беру, сокращаю количество работающих, и их функции, там, как-то перераспределяются, но часть из них переходит мне. Потом все это усугубляется еще. Значит, люди сокращаются, часть функций мне. И когда уже дошло до того, что, ну, у меня был водитель, который тоже, в общем-то сказать, там, два-три раза в неделю надо ездить в Москву. Вот. Ну, потом уже меньше. И он уволился. И функции водителя перешли на меня. То есть я и водитель, я и грузчик, я и директор, и прочее, прочее. И в результате получается, что, блин, годы идут, я занимался этим 25 лет, годы идут, и я замечаю, что бизнес, то есть не я владею бизнесом, не я имею бизнес, а бизнес имеет меня. И чем дальше, тем хуже. Я не молодею, но время идет, и чем дальше время идет, тем больше приходится мне работать. А вот этой ситуации, когда государство бегает, банки бегают за предпринимателями и говорят, возьмите у нас кредит на предпринимательство, там, стимулировать предпринимательство, это время не настало. Я все надеялся, что оно наступит. Оно не настало. И в конце концов, когда вот этот вот в 2014 году был очередной обвал, когда курс доллара вырос в два раза там в течение там полугода, соответственно, аренда не снизилась. Зарплаты особенно не снизились. Ну, как бы там уже у меня народу было поменьше. И я понял, что тогда еще я понял, что, в общем-то, перспектив особых нет. То есть, Путин надолго, стимулирование производства я не дождусь, скорее всего, и надо уже как-то... В общем, я потерял веру. Вот тогда, еще в 2014 году. Ну, и перестал просто... С таким остервенением заниматься фирмой. Вот. И вот... Ну, все это теплилось, все это работало потихонечку. Но я уже... Люди просто, когда вот этот вот доллар вырос в два раза, люди стали очень активно считать деньги, заказчики, и они говорят, давай дешевле, давай дешевле. То есть, снижай цены. Как снижать цены? Когда у меня ничего не снизилось, доллар повысился, у меня расходы увеличиваются, а я должен еще снижать цены. И в конце концов, там, ну, я взял один очень крупный заказ, который был, ну, практически по себестоимости. Там постоянная загрузка. Все люди обеспечены работой. День и ночь работают, на аренду хватает, на зарплату хватает, на всех хватает. Не хватает только мне. А мне приходится для того, чтобы люди работали, вкалывать там, ну, в два раза больше. Там я по четыре раза в Москву ездил в результате. Ну, как-то все это нафиг нужно. Проблемы усугублялись, долги. Долги, так сказать, как бы накапливались. Там долги по зарплате были, были долги по аренде. И суммарное количество долгов, включая мои личные долги, то есть я влез в кредиты, было в районе двух миллионов рублей. Два миллиона рублей. Ну, и, в общем, тогда у меня уже, так сказать, ну, там наступил край. Последние люди стали увольняться. В результате там поуволилась большая часть людей. Стало немножечко легче. Я рассчитывался с долгами. Но об этом уже в следующей, как бы, серии. Все не так плохо на самом деле. А вот вчера, вот сейчас вы видите кадры, я просто, ну, я начал распродавать оборудование уже, потому что долги такие были, что если я все продам, то практически, ну, даже не рассчитаюсь с долгами. Поэтому я начал продавать оборудование. Оно не продается, оборудование стояло уже в каком-то совсем унылом помещении. То есть там было очень холодно, там протекает крыша. Ну, в общем, все. Вот. И оборудование продать трудно, оно морально устарело. Новое покупать уже не имеет смысла, потому что, а зачем? Вот. Я понял, что надо уходить. И вот вы видите, я вызвал бригаду и абсолютно работающий станок, который печатал полноцветную продукцию до последнего времени. Он рабочий. И просто взял и сдал на металлолом. И вчера я сидел и смотрел, как бригаду вот этих гробовщиков вытаскивает мой станок и по-варварски, станки мои по-варварски просто вот так вот грузят в эту ужасную машину. И это было больно на самом деле. Станки, ради которых я столько убивался, я их ремонтировал, потому что некому ремонтировать. Кто будет ремонтировать станок, если он сломался? Специалистов уже нет, не найти. Я ремонтировал станки, я и водитель, я и грузчик, я и ремонтник. То есть я по уши в масле ремонтирую эти станки, я уже в электронике разбираюсь. Ну и просто наступил край, и все. И вот вы видите. Поэтому я закрыл свое производство полностью. Вот. Фирма еще не закрыта. О, там заказчики звонят. Я просто размещаю эти заказы у конкурентов. Я в этом разбираюсь. Вот. Но с полиграфией у меня завязано. А о том, что будет дальше, все не так грустно, ребята. Я расскажу в следующем видео. До встречи. Оставайтесь на моем канале. Все будет хорошо. До встречи. До встречи. Продолжение следует...